Друзья, всем привет! В этом видео расскажу про основы хеджирования. Что это за способ, как работает, как им пользоваться, от чего спасает и в каких случаях лично я бы его использовал. Рассматривать мы будем пример хеджирования на бирже OKX, потому что именно здесь в последний раз мне мог пригодиться этот способ. И для начала я хочу сказать вообще, что такое хеджирование и как оно работает и для чего используется в криптовалютном мире. По сути, хеджирование это способ, который защищает ваш депозит. Обычно это речь про долларовый эквивалент вашего депозита, когда вы хотите поучаствовать в каких-то активностях и при этом защитить себя от волатильности того актива, которым вы участвуете в той или иной активности. Это может быть ончейн активность или активность на централизованной площадке, кстати, которую как раз я сегодня буду рассматривать. Но суть в том, что у вас есть доллары, но для участия в какой-то движухе вам нужна криптовалюта. И вы боитесь, что как только вы купите эту криптовалюту, она упадет в цене. И именно от такого сценария есть способ, который называется хеджирование, и я сегодня покажу, как его использовать. Например, биржа OKX периодически проводит активности, которые называются OKX Jumpstart. Их прошло уже, если не путаю, более 10. Почти во всех я участвовал. Вот за последнюю я заработал 390 токенов MAX, которые я успел продать. И заработал с этого примерно 200 долларов. Вроде 200 долларов немало, но с учетом того количества биткоинов, которые я держал на Jumpstart, я ожидал, конечно, чуть-чуть большего. Но не суть. 200 долларов это 200 долларов. При отсутствующих рисках и практически минимальных издержках, я считаю, если вы используете хеджирование, это очень классный результат. В моем случае это был примерно чуть больше, чем 1% к депозиту, прирост за несколько дней Jumpstart. Но это только последние, были гораздо более интересные кейсы, где можно было заработать 3-4% буквально за день-два. Но мы сейчас не про Jumpstart, а про хеджирование. Для участия конкретно этой активности нужно было держать или биткоин, или эфир в так называемом стейкинге или майнинге. Но суть не в этом, а суть в том, что если вы участвуете в подобного рода активностях, и у вас нет той криптовалюты, которая нужна для участия, то как раз таки хеджирование, я считаю, это прям обязательный элемент, который вы должны держать в своем арсенале уважающего себя трейдера, для того, чтобы защитить себя от возможной просадки той криптовалюты, в которой вы участвуете. Конкретно в данном примере нужно было держать или биткоин, или эфир, или и то, и другое. Поэтому я как раз сейчас покажу на примере биткоина на бирже OKX, как можно было и по-хорошему нужно было захеджировать свою позицию с помощью хеджа. Я люблю конкретные примеры с цифрами, поэтому давайте перейдем чуть-чуть ниже. И вот здесь индивидуальный стейкинг, то есть лимит, максимальное количество, которым можно было участвовать в данной активности, это 0,3 биткоина. Давайте представим, у вас есть, например, 25 тысяч долларов, и для участия вам нужно купить 0,3 биткоина. Биткоин у нас сейчас стоит 58,300, поэтому для покупки 0,3 биткоина нам бы потребовалось 17,5 тысяч долларов. То есть у вас на счету есть 25 тысяч, я не случайно взял эту цифру. И на 17,5 вы покупаете 0,3 биткоина. На споте, я специально сейчас перешел на спот, для этого просто выбираем вкладку трейд, спот, и здесь самая первая строчка, это биткоин USDT. Я сейчас этого делать не буду, потому что у меня уже есть биткоин. Давайте представим, что мы его купили, вот у меня есть примерно 1,3 биткоина, то есть этого хватает для участия на индивидуальную капу в этой активности. То есть мы купили 0,3 биткоина, заплатили за это 17,5 тысяч долларов, биткоин на этот момент стоил примерно 58,300. Представьте себе, что на всем промежутке времени участия в этой активности вы не можете продать этот биткоин. На самом деле можете, но сейчас речь не об этом, а о том, что за это время, после того, как вы купили какой-то актив, в данном случае биткоин, его цена может упасть. И он будет уже стоить не 58,300, а, например, 56, 52 или, не дай бог, 40 или еще меньше. И вас это не устраивает. Ну, например, вы купили за 17,5 тысяч долларов биткоин, заработали с активности, например, 500 долларов, но биткоин упал настолько сильно, что если вы его продадите, он будет уже стоить не 17,5, а, например, 16,5. То есть суммарный итог от участия в этой активности вы в минусе. Чтобы такой ситуации не было, нам нужен хедж. И в данном случае хеджем будет шорт. Для того, чтобы открыть шорт, вам нужно помимо вот этих 0,3 биткоина еще иметь какую-то маржу для того, чтобы вы могли открыть хеджирующий шорт. И в моем примере у вас было 25 тысяч долларов. На 17,5 тысяч долларов вы купили 0,3 биткоина. И у вас осталось 7,5 тысяч долларов. Этого более чем достаточно для открытия хеджирующего шорта на линейном контракте BTC-USDT. И вот у меня уже открыта вкладка BTC-USDT-Swap. Чтобы туда перейти, выбираем вкладку Trade, Futures, выбираем первую вкладку USDT-Mergent. И самая первая будет BTC-USDT. Нажимаем. У меня уже эта страничка открыта. Что нам нужно сделать? На самом деле все предельно просто. Мы должны открыть шорт размером равным купленному нами биткоину. То есть 0,3 биткоина. Я сейчас эту позицию открывать не буду, потому что я сейчас этим аккаунтом участвую в торговом конкурсе. И возможно это не самая лучшая сделка на данный момент открытия шорта на 0,3 биткоина. Однако я просто вам сейчас проговорю, что для того, чтобы захеджировать покупку 0,3 биткоина для участия в какой-то активности, вы должны открыть шорт размером те же самые 0,3 биткоина. И я не случайно открыл линейные контракты, потому что на линейных контрактах размер позиций измеряется в криптовалюте. В данном случае в биткоине. Как вы видите, здесь amount, то есть количество измеряется в биткоинах. Если вы здесь видите контракты и они вас смущают, ничего страшного, вы можете открыть настройки. Для этого нажимаем в правом верхнем углу на звездочку такую или шестеренку. И вот здесь третья строчка, фьючерс трейдинг юнит, вы выбираете крипто. Например, на инверсных контрактах я рекомендую пользоваться контрактами, а для USDT контрактов я рекомендую использовать криптовалюту. Для участия в какой-то активности мы купили криптовалюту, в моем конкретном примере, биткоин в размере 0,3. И для того, чтобы подстраховать позицию, захеджировать, я открываю шорт на линейном контракте. То есть я покупал на споте, открывая шорт на линейном контракте BTC и USDT, и открывая шорт такого же размера, сколько я купил биткоина. То есть те же самые 0,3 биткоина. И после того, как вы откроете шорт, получается своего рода магия. Вне зависимости от того, куда пойдет цена, вы сохраните свои 25 тысяч долларов. Для чего все это делается? До начала активности у вас было 25 тысяч долларов, и после окончания этой активности у вас будет 25 тысяч долларов, плюс тот airdrop, который вы получите от участия в этой активности. Да, будут небольшие издержки, но на бирже OKX минимальные комиссии, и они будут еще меньше, если вы торгуете по моей партнерской ссылке. Кстати, найдете ее в описании. По ней вы получите 20% скидку, пожизненную, максимальную, на все торговые комиссии. И каждый час будете получать ребейт на свой фандинг аккаунт. Так вот, 25 тысяч минус комиссия на покупку биткоина, открытие шорта, закрытие шорта и продажу биткоина, и сдержки на торговые комиссии суммарные, будут меньше четверти процента от всей суммы вашего депозита. Так вот, после открытия хеджирующего шорта, вне зависимости от того, куда пойдет цена, вы сохраняете свой долларовый эквивалент вашего депозита. Ну, например, после того, как вы купили биткоин, цена пошла вниз, и после окончания активности стоит значительно меньше, чем та цена, по которой вы покупали этот биткоин. Остаточная стоимость вашего биткоина значительно меньше, чем была. Однако, у вас есть открытый шорт, и этот шорт находится в профите, и вы не поверите, профит с этого шорта равен убытку от просадки курса, купленного вам биткоина. Вы можете сказать, что окей, мы себя спасли от падения цены, однако, что делать, если цена вырастет, и как вы могли подловить меня, для открытия шорта у меня было всего 7,5 тысяч долларов. Что будет, если цена пойдет вверх? Да, такая ситуация тоже может быть, и в данном случае, ваш шорт будет находиться в убытке, однако, купленный вами биткоин будет стоить дороже. И даже несмотря на то, что вас может ликвидировать, ничего страшного в этом нету. Почему? Потому что ваш биткоин никуда не денется, и он будет стоить дороже. Да, есть небольшая вероятность, что за время проведения активности цена сходит сильно высоко, вас ликвидирует, а к моменту, когда вы будете продавать свой биткоин, он уже будет стоить дешевле, чем та цена, по которой вас ликвидировало. И как раз-таки от этого спасает просто больший запас маржа. Я считаю, в конкретном примере, для данного случая, 7,5 тысяч – это запас роста биткоина, почти там до 100 тысяч долларов. Поэтому я считаю, можно было себе позволить такой запас. Если вы покупаете биткоин, например, на 10 тысяч долларов, а для хеджирующего шорта держите 200 долларов, это уже не самое правильное поведение. Почему? Потому что, скорее всего, ваши позиции будут ликвидированы еще до того, как закончится активность. Поэтому всегда держите с запасом на бирже ту сумму, чтобы поддерживающая маржа вашего хеджирующего шорта могла выдержать достаточно высокую волатильность. Ну и не забывайте о том, что купить биткоин на споте и открыть шорт на линейном контракте нужно практически одновременно. Потому что, если вы это сделаете с каким-то большим временным разрывом или во время высокой волатильности, есть большая вероятность, что купите вы биткоин по одной цене, а откроете шорт совершенно по другой цене. Да, будет классно, если вы купите дешевле, откроете шорт выше, но мы сейчас говорим не про рандом, а про конкретную защиту вашего доллара в эквивалент, и поэтому промежуток времени между покупкой биткоина и открытием шорта, в то же время, как и закрытие шорта и продажа биткоина после активности, между этими событиями должно быть минимальное время, чтобы цена не отличалась. Давайте сейчас кратко подытожу и потом скажу, почему конкретно я не открывал хеджирующий шорт во время участия в этой активности. Хеджирование используется, когда вы хотите сохранить ваш долларовый эквивалент своего депозита, при этом поучаствовать в какой-то активности, которая требует от вас удержания криптовалюты, например, стейкинг. Но вы хотите защитить себя от падения цены этого актива. Чтобы себя обезопасить от падения цены, вы открываете хеджирующий шорт. Я показал, как это делается. Это может быть не обязательно биткоин эфир, это может быть любой другой альткоин, который есть на бирже. А на бирже ОКХ их огромное количество. Но открывая хеджирующий шорт, вы себя ограничиваете от роста цены. А бывает так, что вы купили необходимую криптовалюту специально под активность, держали ее, например, неделю, и через неделю цена этого актива выросла в полтора, в два, в десять раз. И если бы вы хеджировали, вы бы не заработали на этом росте. Поэтому вы должны понимать, что да, хеджирование вас спасает от падения курса криптовалюты, которую вам необходимо удерживать для активности. Но вы себя ограничиваете от потенциала роста этой криптовалюты за время удержания этого хеджирующего шорта. Поэтому я, как убежденный биткоин-максималист, во что бы то ни стало, хочу сохранить количество биткоинов или их увеличить. Однако, открытие хеджировающего шорта сохраняет мой депозит в долларах, но есть шанс, что она ростит курса цены биткоина. Моих биткоинов станет меньше. А этого я уже себе позволить не могу. Я лучше останусь при своем и просто чуть-чуть дольше подожду, подержу биткоин до времен, когда его цена будет исчисляться уже большим количеством нулей, чем сейчас. Если у вас остались какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях под этим видео. Я все их читаю и обязательно на них отвечу. Также буду рад вас видеть в нашем уютном чатике биткоин-кафе и одноименном телеграм-канале. Ссылки на них найдете в описании. Еще раз повторюсь, если вдруг вы еще не зарегистрированы на бирже OKX или хотите получить максимальную 20% пожизненную скидку на все торговые комиссии, в описании есть моя партнерская ссылка, которая вам дает эти уникальные преимущества. Более того, если вы являетесь моим рефералом и ваш депозит от 1 000 долларов, вы автоматически получаете доступ в мою закрытую группу Bitcoin Cafe Lounge. Она бесплатная, и в ней есть очень много полезной информации. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А у меня на этом все. Желаю всем профита. До новых встреч. Пока.